Все чаще и чаще, когда я появляюсь на работе с новым очередным ножом, чаще и чаще слышу такие варианты, что да, крутой нож, там вот для самообороны, все остальное. Но на самом деле, лично для себя, я понимаю, что нож это последнее, что я буду использовать для самообороны, потому что, ну, все-таки нож, на мой взгляд, хоть нож изначально, ну, как бы он был придуман, да, в древние времена, как оружие, но для меня это все-таки прежде инструмент и такой, как, скажем, предмет обожания. Поэтому хотелось бы сегодня поговорить о тех вещах, которыми многие привыкли даже не самообороняться, а носить с собой для самообороны. Сейчас рынок таких вещей очень хорошо представлен, скажем так. Так, я сам для самообороны лучше буду применять травматический пистолет, но, тем не менее, пару интересных вещей у меня есть. Сегодня я бы хотел о них вам рассказать. Вот такой брелочек вы у меня уже на канале видели неоднократно. Производится он компанией Combat Technologies в Соединенных Штатах. Очень такой интересный, такого неяркого цвета. Вот так ложится в руку, достаточно удобно, и можно наносить, ну, понятно, что удары. Есть колечко, повесить там на ключи или еще куда-то. И стоит он, на самом деле, копейки. Я привез таких штук 10, кому-то раздарил, кому-то просто там отдал. Бывало, что там раз там потеряешь еще что-то. Ну и про запас. Ну и в случае чего такую вещь не жалко выкинуть, если вдруг, не дай бог что. Поэтому вот есть вот такие вот интересные вещи. Плюс пережиток юности. Там есть сейчас на рынке очень большое количество телескопических дубинок различного размера. Ну вот это, вот это купленная когда-то давно китайская дубинка, которая, я думаю, от одного удара она просто сломается. Потому что оригинальные, качественные американские дубинки стоят хороших денег. Как, например, ну не знаю, одна дубинка там может стоить более-менее приличная. Может стоить там порядка 70 долларов. Без учета доставки, при том, что на весе достаточно много, то, я думаю, это выйдет вам в копеечку. Что-то я никак со светом не поймаюсь. В общем, вот есть такие вещи, такой самодельный из стельки, обувной сделанный под дубинник на пояс. Ну, в общем, слава богу, ни разу не пригодилось. Вот опять же, что касается этих дубинок, есть еще вот такие интересные варианты. Давайте я это дело открою. Есть еще вот такие маленькие дубиночки, очень легко, как бы с очень легким весом, с переставляемой клипсой. В общем, вы видите, вот в руке вот так вот, это 12 сантиметров. Но при этом, в принципе, если нам необходимо, если мы это дело разложим, получается вот такая вот штука. Ну, здесь, по-моему, 31 сантиметр. Тоже вполне подходит, это складная дубинка компании ASP, American Security Product, называется модель P12. В общем, эта дубинка не очень дорогая, она изготовлена из алюминия, единственное ее достоинство... Ну, тут, опять же, не самый простой алюминий, какой-то там хитрый, что-то с ним сделано. Ну, в общем, самое интересное в этой дубинке вес. Вот сегодня же я получил еще 5 дубинок для одного человека, он заказывал там на подарки, себе что-то, ну, оставить и прочее. Вот там были дубинки, так дубинки. Они стоили примерно тех же денег, вес у них был побольше, но на самом деле там такой классный толстенный металл, что та дубинка у меня вызвала такое большее впечатление, большее чувство надежности, что ли. Несмотря на то, что у нее не было вот этой съемной клипсы, было тут колечко для ключей. Но при этом, на самом деле, такой более надежный агрегат все-таки. Вот. Что еще? Некоторые говорят, что используют вот такие вот вещи. Это тоже вещь пришла не мне, эта вещь пришла моему хорошему знакомому Константину. Он позволил все это дело сегодня открыть, показать вам. Это страшная штука от американской компании Cold Steel. Называется это серия Night Watchers, по-моему. И сделанный из ФРН-пластика, вот такой трехгранный, достаточно больших размеров стилет, с прорезиненной вот здесь вот накладочкой на рукоятке, который не звенит на рамку, но при этом, я думаю, что на один-два раза ткнуть им вполне хватит. Вещь очень страшная. Вот такая вот, давайте попробую показать. Вот такая вот в сечении, в общем, как значок Мерседеса. Самое страшное в этой вещи, что после нанесения укола будет, например, если внутреннее кровотечение, то ранки снаружи не будет, останется такая маленькая точечка, и даже не будет понятно, что внутреннее кровотечение, поэтому трехгранный стилеты всегда считались очень опасным холодным оружием. Но, тем не менее, вот такая вот вещь продается легально, потому что она по твердости не подходит под определение холодного оружия, травмоопасная рукоятка и прочее. Но все мы с вами прекрасно понимаем, что и этой вещью можно нанести очень тяжкие ввечья, вплоть до летального исхода. Костя заказал эту вещь просто для души, потому что ему давно хотелось. На самом деле форма очень интересная, изящная. Не знаю, там поковыряйте яблочко, может быть, будет вещь вполне приличная. Ну и еще один мой знакомый, не так давно, тоже не то чтобы заморочился тем, что нужно что-то для самообороны, ему ничего не нужно, потому что он сам бывший военнослужащий внутренних войск, спецввод по розыску беглых заключенных. Он как бы владеет и приемами рукопашного боя, и дубинкой, и всем чем угодно. Но, тем не менее, решил он попробовать изготовить вот такую интересную вещь. В простонародье называется мухобойка, а более правильное название слэпер. Это такой кожаный мешочек, забитый дробью, причем забит не жестко, а вот так вот, чтобы оно все играло. Вот, послушайте. Вы слышите, как там катается дробь. Сделано это для того, чтобы вес распределялся хорошо и была большая площадь силы приложения, потому что если плотно набить, это будет равносильно удару арматурой. Эта вещь достаточно мягкая, такая форма, что первый раз, когда такое видишь, если ты не посвящен в эту тематику, то сложно догадаться, что это. Вот здесь есть такая лямочка, которую можно одевать вот так вот. Один палец идет сверху, кнопки два здесь. Ну и, в общем, наносится, например, удары. Вещь очень такая интересная, потому что я имел неосторожность, когда он мне только дал ее в руки. Я такой, как приложился по руке, понял, что больно, а потом имел глупость приложиться по внешней стороне руки, где кости ближе. Очень неприятно. Плюс вот эта лямочка позволяет просовывать под ремень, застегивать. Ремень у вас остается вот здесь. В случае чего расстегивается вот эта кнопка, вытаскивается снизу и можно наносить удар. Но, опять же, мы с вами все должны понимать, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот эти вот средства, что они незаконны. На самом деле это все является оружием дробящего типа, это то же самое и это то же самое, что до тех пор, пока вы это дело не применили, вопросов к вам меньше. Но если вы это все дело примените, то, соответственно, это будет расценено как оружие, причем запрещенное к обороту оружие. И некоторые вещи типа вот дубинок могут вообще отнести к спецсредствам. Вот. Поэтому мы все должны четко представлять о том, что, что, зачем и почему. На самом деле самый лучший вариант самообороны, это быстрые ноги и все остальное, да, чтобы там не говорили. Я уверен, что сейчас в комментариях найдутся те люди, которые будут писать, да, что ты типа там лошара, вот там карате, бокс, борьба, кикбоксинг, все остальное. Да, ребят, замечательно, но, опять же, будет на вас нападать человек с ножом или с пистолетом, никакая борьба, никакое карате вам, в принципе, не поможет. Лучше сделать ноги, лучше один раз быть трусом, чем потом всю жизнь быть инвалидом. Поэтому вот такое вот интересное видео. Кому было полезно, ну, замечательно. Кому я смог донести то, что я хотел рассказать. Кому нет, ну, опять же, у каждого есть свое мнение, любое мнение имеет право на существование. Поэтому всем спасибо, пока!